Всем привет! С вами Злой Элвис. Сегодня из этой кучи деталей я сделаю миниатюрный сверлильно-фрезерный станок. И хотя он будет декоративный, он будет полностью функционален и имитировать работу настоящего. При создании я буду использовать тот самый мотор из видео с разборкой фотоаппарата. Также нам пригодится дешевый аккумулятор от Nokia, микропереключатель, ну и прочая мелочевка, болты и гайки и так далее. Получиться должно нечто подобное, но это лишь примерный внешний вид и проектировать я буду без оглядки на фотографии в интернете. Все же придумывать намного интереснее, чем копировать. Приступим к проектированию. Вначале была плоскость. Добавляем три стены, это будет коробка для аккумулятора. Поэтому сразу делаем вырез для платы зарядки. Закрываем коробку сверху, скругляем углы и добавляем еще одну огромную толстую стенку сзади. Скругление здесь не просто так. В нем будут отверстия для крепления других деталей. Добавляем ножки и делаем форму чуть-чуть изящнее. Добавлю декоративных вырезов. Вам это ничего не напоминает? Пишите в комментариях. При проектировании для 3D печати нужно сразу представлять, в каком положении будет печататься деталь, чтобы не допускать нависающих элементов. Это упростит печать и значительно улучшит качество. Через верхнюю стенку проделаю длинный вырез до самого основания. Через этот желоб будет проходить провод от аккумулятора до мотора. На боковых стенках сделаю небольшие декоративные выступы. Основа готова. Идем дальше. Следующий элемент – направляющая оси. Нечто подобие рельс. Форма, конечно, сомнительная, но посмотрим, как она будет работать. Сверху делаю отверстие для крепления винтами М3. При этом я предусмотрел углубление, чтобы спрятать головку винта. Однако тут получилось слишком мало места. Увеличивать размеры конструкции я не хочу, поэтому просто подточу головку винтов. Следующий элемент – ответная часть направляющей, так называемая каретка. В отверстие спереди будет заходить винт и двигать деталь по направляющей. Сверху также делаю отверстие для крепления следующей детали. Кажется все просто, однако тут есть тонкости. Для легкого скольжения профиль этой детали должен быть слегка меньше, чем профиль направляющей. Поэтому в эскизе я предусмотрел зазор в 0,02 мм. Без него деталь двигается с трудом. Следующая деталь – направляющая второй координатной оси, перпендикулярной первой. Она будет состоять из одной рельсы. Она также будет крепиться винтами М3, поэтому делаем для них отверстие. К сожалению, у меня нет крепежа М2, а то я обязательно бы его использовал. Теперь делаем переднюю крышку. Не забываем про ножки. На этой крышке будет находиться микропереключатель, поэтому делаю вырез для него. Следующая деталь – каретка второй оси. Печать трущихся деталей я буду производить так, чтобы слои были вдоль, а не поперек движению, что налагает ограничения на проектирование. Именно поэтому некоторые элементы приходится проектировать отдельными деталями, а затем скручивать болтами. Еще небольшая деталь, в которую вставится ось для зажима заготовки на станке, но в дальнейшем я переделаю этот элемент. Теперь спроектирую ручки-крутилки. Не знаю, как они правильно называются, пишите в комментариях. Небольшое углубление нужно, чтобы утопить шляпку винта. Таких ручек нам понадобится 4 штуки. Делаем следующую деталь – направляющая для двигателя. Ручку тут придется делать сверху, что, конечно, нереалистично, но так проще всего. Эти два отверстия снизу нам тоже пригодятся, потом покажу зачем. Остается только добавить держатель мотора. И станок готов. Ну как готов, это только полдела. Остается все это напечатать и собрать. Так как некоторые детали очень маленькие, я поставлю сопло с отверстием 0,3 мм вместо стандартного 0,4. Таким соплом мелкие элементы запечатаются лучше. Однако оно чаще забивается. И вы сейчас видите такое сопло. Оно забилось, и я отложил его в долгий ящик. Теперь нам нужно его прочистить. Самый простой метод – это нагреть его, и весь пластик выгорит. Сопло абсолютно чистое. Осталось только обработать его металлической щеткой. Как новое. Но внутри, возможно, осталось сажа. Поэтому я возьму салфетку, скрепку, пасту ГОИ и отполирую канал. После такой операции даже самое дешевое китайское сопло будет отлично печатать. Устанавливаю сопло и печатаю первую деталь. Основная деталь корпуса готова. И теперь, для имитации настоящего станка времен СССР, я покрашу его густым слоем синей краски. Это сгладит слои и добавит блеска. Да и запах дешевой масляной краски привнесет немного реализма. Зеленой краски у меня не было, поэтому сгодится и синяя. Пока я крашу эту деталь, следующая в процессе печати. Это направляющая оси. Ее я красить не буду, иначе она не будет нормально скользить. Как я уже говорил, из-за недостатка места, отверстие под головки винтов я сделал немного меньше. И винт в нее не проходит. Но это не проблема, просто стачу головки винтов. Однако точильный камень с этим справлялся намного хуже, чем я ожидал. А ведь мне нужно стачить целых 8 винтов. Но решение найдено. Алмазный отрезной диск. Он не только отлично режет, но и на порядок быстрее стачивает металл боком. Выходит. То есть входит. 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 Ну и конечно все болты придется укоротить. Крепеж готов. Основа немного просохла. Прикручиваем к ней направляющие. Теперь займемся электрической частью. Вставляю в корпус аккумулятор и припаиваю к нему провода. Пластик вокруг контактов слегка поплавился, но это ничего страшного. Припаиваю аккумулятор к плате зарядки. К выходу платы зарядки также подпаиваю провода, которые будут подключаться к мотору. На микропереключателе нам нужны лишь два контакта. Третий откусываем. Припаиваем его. Просовываю провода через корпус. Теперь нужно закрепить плату зарядки на аккумуляторе. Можно использовать термоклей, но я просто посажу на двусторонний скотч. Устанавливаем аккумулятор на место. Теперь наше устройство, пока еще не похожее на станок, можно будет быстро и удобно зарядить через microUSB от любой телефонной зарядки. А пока я занимался пайкой, печаталась передняя крышка. Ее я тоже покрасил и после небольшой сушки прикручиваю ее на свое законное место. Печатаю следующую деталь. Каретку для направляющей первой оси. Для лучшего скольжения ее я тоже не буду красить. Также печатаю ручки-крутилки. С ними возникла небольшая проблема. Ручка очень узкая и пластик не успевал остывать, из-за чего ручка деформировалась и образовывались наплывы. Проблема решилась установкой пониженной температуры, именно с того слоя, с которого начинается ручка. И все напечаталось отлично. Эти крутилки я тоже решил покрасить. Сушил детали, втыкая спички в пенопласт от упаковки старой видеокамеры. В квартире особо не разгуляешься, приходится импровизировать. Чтобы установить каретку, пришлось заново открутить переднюю крышку. Вкручу длинные болты в ручку гораздо удобнее шуруповертом. Чтобы пластик не терся по пластику, надеваю шайбу. Я специально предусмотрел на каждой оси по две гайки, чтобы затянуть их друг на друга, и тогда они не раскрутятся. Эта ось отлично работает, никаких застреваний и заеданий не обнаружено. Теперь устанавливаю направляющую второй оси. В этом отверстии вал должен свободно вращаться. Рассверлим его. Не забываем шайбу и также накручиваем две гайки. Печатаем каретку второй оси. Прикручиваю следующую деталь. В нее будет вставляться ось для зажима детали. Деталь будет упираться в болты, которые я вкручу сверху. Печатаю следующую деталь. Направляющую оси мотора. Она немного отлипла от стола, но ничего, это мы поправим напильником. Затем сразу же печатаем держатель мотора. Направляющую я тоже покрашу. Ставлю шайбу, гайки, все как обычно. Сильно затянуть гайки не получается, но они и так нормально держатся. Также сразу устанавливаю сюда держатель мотора. Помните, я говорил про эти два маленьких отверстия. Сюда я ставлю, нет, не светодиоды, а настоящие лампочки накаливания. Теплый ламповый свет добавит атмосферности устройству. Теперь припаиваем лампочки к проводу. Пропускаю в отверстие провода для мотора. Теперь направляющую оси мотора можно прикрутить на место. Эта деталь мне не понравилась. Она болталась. А глубже вкрутить болты было нельзя. Поэтому решил полностью переделать каретку второй оси. Снимаем ее и взамен устанавливаем новую деталь. Ее пришлось печатать слоями поперек направляющей. Поэтому рабочую часть я обработал напильником. Снимаю крутилку со старой детали и вставляю в новую. По идее тут можно придумать что-то получше. Но это лишь первая версия станка. Возможно потом я его усовершенствую. Теперь займемся мотором, а точнее патроном. Сначала я хотел использовать вот это микроскопическое сверло. Но его не получалось нормально зажать ни в одном распечатанном патроне. Оно прокручивалось, да и вообще слишком легко гнется. Поэтому я выбрал сверло почти того же диаметра, что и вал двигателя. Но даже с ним напечатать правильный патрон было тяжело. Играли роль сотые доли миллиметра. К тому же сверло слишком длинное. Его надо укоротить. В итоге я все-таки распечатал нормальный патрон. Даже добавив на него декоративные выступы. На мотор он садился отлично. А вот со сверлом пришлось повозиться. Нормально вставить получилось только с помощью нагрева. Теперь мотор готов к установке. Но для начала отпаиваем старый шлейф. Вставляю мотор в держатель. И устанавливаю на станок. Осталось только припаять провода к мотору. И станок сразу же подает признаки жизни. КОНЕЦ 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 Вот такое устройство получилось. Конечно, это не настоящий станок, а всего лишь игрушка. Но она может стать отличным сувениром в подарок любителю техники. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. А я благодарю за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok